Интервью На первый взгляд кажется, что брать интервью – это несложная задача. Однако, если вы хотите получить ценную информацию, для этого придется приложить усилия, особенно если собеседник не заинтересован делиться с вами информацией. Вначале мы определимся, что под интервью мы имеем в виду два понятия. Первое – это когда вам нужен комментарий для вашего журналистского материала, и второе – когда вы проводите интервью с отдельным человеком. Работа над интервью состоит из трех этапов. Первое – это подготовка к интервью, второе – это проведение самого интервью, и третье – это финализация материала для публикации. Каждый из этих этапов имеет свои важные аспекты. Интервью необходимо брать тогда, когда в обществе накопились вопросы по какой-либо актуальной проблеме, и необходимо для этого найти компетентного человека, который может дать исчерпывающие ответы. Иногда бывает, что вопросы накапливаются конкретно персоне, который интересен вашей аудитории. Зачастую ими выступают политики, общественные деятели и другие известные лица. Подготовку необходимо начать с изучения темы предстоящей беседы. Что об этом опубликовано в интернете, что об этом пишут пользователи на форумах и в социальных сетях. Подобное мини-исследование поможет вам понять, какие аспекты этого вопроса до этого не были затронуты, и что новые вы можете привнести посредством своего интервью. Вы должны быть осведомлены о теме этого интервью не хуже своего собеседника, чтобы он не мог вас ввести в заблуждение. На этой стадии у вас уже должны быть наброски вопросов в Word-документе, справочная информация и необходимые ссылки на предыдущие материалы. Не лишним будет узнать, какие вопросы хотели бы задать ваши коллеги, близкие или даже ваши родственники. Иногда бывает, что они подкидывают интересные и оригинальные идеи. Список вопросов должен быть логичным и взаимосвязанным. После того, как вы сформировали список вопросов, их нужно показать редактору, чтобы он мог проверить и четче сформулировать те или иные пункты. Но главное, этот список у вас должен быть в вашей голове, то есть, чтобы вы сами понимали, о чем вы собираетесь спрашивать в вашего визави. Также необходимо изучить психотип вашего собеседника. Болтливый он или немногословный, импульсивный или холодный, какие у него жизненные политические взгляды, каким СМИ он предпочитает давать интервью, а на какие у него табо. Все эти детали помогут вам выстроить четкий план вашей беседы. Подробности о собеседнике можно узнать из публикации в интернете, записей видео и от других журналистов. Все должно быть проверено технически. Рабочая аппаратура, аккумуляторы, флешки. На случай, если подведет аппаратура, что время от времени случается, на подстраховку должен быть готов мобильный телефон. Все может пойти не по плану. Например, вместо оговоренного одного часа на интервью может быть выделено всего 10 минут. В этом случае без разогрева нужно задавать самые главные вопросы. Если другой возможности взять интервью у вас не будет, нужно начинать задавать вопросы прямо на месте. Может быть, вам не удастся записать подробное интервью, но исходя из полученных ответов, вы можете подготовить интересный журналистский материал. Если же времени достаточно, нужно внимательно слушать его ответы. Обязательно должны возникнуть дополнительные вопросы, и их нужно задавать, пока вы не получите исчерпывающий ответ. Необходимо быть сконцентрированным, чтобы не пропустить важные моменты и детали. Порой нюанс в словах собеседника может поменять весь ход беседы. Если собеседники что-то утверждают, нужно требовать факта. Если кого-то обвиняют, просить аргументировать. Если озвучиваются определенные незаконные призывы, напоминать о законодательстве. Когда получили необходимый ответ, корректно остановите своего собеседника и переходите к следующему вопросу. В жанре интервью задача журналиста не безмолвно поддакивать, а вежливо, но настойчиво требовать четких ответов на поставленные вопросы. Если собеседник уходит от ответа, необходимо перефразировать вопрос и снова к нему вернуться. Если он продолжает увиливать, нужно спросить напрямую, почему вы не хотите отвечать на поставленный вопрос. Но при этом журналист должен вести себя корректно. Его-то он должен быть нейтральным. Он не прокурор, он не оппозиционер, но при этом важно и не заискивать перед собеседником. Соблюдайте психологическую дистанцию и не переходите на личности. Если перейти эту грань, собеседник может возмутиться вашим поведением или наоборот перейти на панибратство. Ни то, ни другое не помогут продуктивной беседе. Помимо самой беседы, также важно наблюдать за поведением и телодвижением вашего собеседника. Обстановки его кабинета или жилища. Интересные детали могут обогатить ваш материал. Время от времени необходимо следить за записывающим устройством. Пока вы у собеседника выпытывали ответы на важные вопросы, техника могла выйти из строя, а аккумулятор разрядится. Но если даже осуществляется аудио или видеозапись, вам необходимо фиксировать все ответы в блокноте. Особенно, что касается цифр, каких-то важных моментов и непонятных терминов. Если вы что-то не понимаете, не стесняясь, нужно перебивать и спрашивать, что это обозначает. Вы не эксперт, вы не обязаны разбираться во всем, поэтому вы записываете данное интервью. Если после завершения аудио или видеозаписи ваш собеседник сказал что-то важное, необходимо попросить его повторить это под запись. Имя и должность нужно записывать точно. Если сомневаетесь, пусть он напишет собственно наручно. Обязательно спросите номер его мобильного телефона, адрес электронной почты и поинтересуйтесь, какими мессенджерами он чаще всего пользуется. Во время расшифровки и редактирования интервью у вас могут появиться дополнительные вопросы. И важно, чтобы у вас была возможность оперативно с ним связаться. Перед прощанием поблагодарите вашего собеседника за уделенное время и беседу. Вежливость и воспитанность – отличительные черты профессионального журналиста. По возвращению в редакцию также необходимо скопировать запись вашего интервью и вставить в папку, где содержится список ваших вопросов и другие справочные материалы по теме этого интервью. Если вы редактируете аудио или видео файл, необходимо работать со скопированной версией, чтобы на случай возникновения споров у вас на руках был оригинал. Не все, что говорил ваш собеседник, может быть интересно вашей аудитории. На этапе расшифровки и редактирования материала вы должны оставлять только наиболее интересные и важные моменты. Однако помните, что сокращение материала не должно привести к искажению смысла сказанного. И если у вас появляется дилемма между сокращением текста и сохранением смысла сказанного, однозначно нужно выбирать последнее. Собеседник дал интервью. Значит, он доверил вашему СМИ донесение разъяснения какого-то важного вопроса до аудитории. Ваша задача – передать эту информацию без искажения. Во время редактирования интервью у журналистов могут появиться дополнительные вопросы или уточнения. Необходимо связываться с собеседником и задавать вопросы. Это нормальная практика. Часто перед публикацией или трансляцией беседы интервьюируемые просят отправить материал на согласование. Вы не обязаны этого делать, потому что когда вы задавали вопросы, ваш собеседник знал, что он отвечает под запись, и его ответы будут опубликованы. Поэтому в предварительном согласовании ответов нет необходимости. Допустимо, для ознакомления отправлять отдельную часть его речи, чтобы он мог внести дополнение или уточнение. Но это не дает ему права вносить изменения в смысл уже сказанного. Если в материале ваш интервьюируемый озвучивает неверную информацию или спорные утверждения, вы обязаны посредством авторского примечания сбалансировать текст достоверной информацией или альтернативной точкой зрения. Формат интервью не дает права вашему собеседнику вводить вашу аудиторию в заблуждение. Если интервью не идет в прямом эфире, за содержание данного материала в первую очередь несут ответственность журналист и редакция. Таковы законодательства и судебная практика Республик Центральной Азии. Поэтому интервью не должно сопровождаться бездоказательными обвинениями в адрес конкретного лица или учреждения. Также во время интервью недопустимы оскорбления и уничижительные высказывания в адрес этнических, религиозных и прочих групп населения в вашей стране. Вы не должны быть проводником безосновательных обвинений, оскорбительных высказываний и незаконных призывов. После публикации финальной версии интервью не забывайте выставлять материал в социальных сетях и отправлять по электронной почте заинтересованным группам людей. Если у ваших читателей или зрителей есть вопросы на правах автора, не забывайте давать им ответы. Редактор субтитров А.Семкин